Мы Амандами сражаемся с Золотым Тигром. Мистер Крабс, мать его грёбаный, мистер Крабс! Вот только этого мне не хватало. Ну что ж, дамы и господа, вы сделали это. Вы собрали 5000 лайков под прошлым роликом по Аманде. И поэтому представляю вам пиратские клоны Аманды-путешественницы. Сегодня мы увидим кое-что очень необычное и кое-что очень и очень всратое. Так что обязательно смотрите этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. И поехали! Ну и начнём мы с чего-то очень необычного. Настолько необычного, что я сам не смогу в это поиграть. Это у нас Аманда-путешественница на Плейстейшене. Вот как бы выглядела Аманда, если бы она была на игровой приставке. Мне вот очень интересно, как он буквы, к примеру, будет вводить. И так, чувак портировал эту игру с помощью игрового движка Dream. И ооо! Ха-ха! Кстати говоря, это местами выглядит даже лучше, чем оригинальная Аманда. Только Аманда с Уули выглядят как-то очень всрата. Офигеть! Там даже озвучка какая-то есть. Ааа! Вот как он это обыграл. У вас есть варианты выбора. Да или нет? У него какой-то рубовой созвучивает, что здесь происходит. Если честно, я впечатлен. Я ожидал вот максимально какой-то всратости, но это выглядит лучше, чем оригинал. Как это вообще возможно? Я бы поиграл в это на своей плойке. Охренеть. Он даже добавил вот эти варианты, что вы выбираете что-то неправильное. И бум! Вот он магазин. Все, совершенно верно. Мне интересно, а он все эпизоды портировал или только вот первый? Тут даже скримеров больше. И магазин выглядит кайфово. Блин, мой любимый саундтрек тут вот, простите, я не могу сдержаться. Да в смысле? Куда? Куда? Что делать? Нифига, как он это придумал. То есть вместо набора текста вы можете выбирать из тысяч вариантов. Вы должны очевидно выбрать правильный. Выберет ли он правильный? А ну-ка. И там в уле стоит так. А она говорит, нет, скажи яблоко. И видимо потом там везде будут яблоки. Он прям все это запрограммировал. Яблоко. Да, везде яблоки. Круто. Вот если вам это нравится, влепите лайк под этим роликом. Потому что я потратил достаточно много времени, чтобы это найти. Потом потратил еще кучу времени, чтобы запустить это на своей приставке. Но оно у меня не заработало. Поэтому я нашел хоть какой-то вариант вам это показать. Начинается у нас второй эпизод. То есть он реально портировал все эпизоды. Да это не один лайк. Это вот как раз еще 5000 лайков под этим роликом. Можно ставить абсолютно смело. Это очень круто. Это реально рабовое. Анимация, кстати, крутая. Вау. Это музыка из Марио. Блин, саундтреки здесь, конечно, просто фантастические. Ааа. Это хорошо. Вот этого не хватало в оригинальной игре. Там вообще никакой музыки нет. А здесь он ее добавил, и она прям в тему. Еще так подсвечивается. Все очень красиво. Единственное, что меня интересует, а вот этот вот эффект телевизора, он добавлен на постпродакшене? Или прям в игре все так и есть? И почему там дом из Майнкрафта? What the fuck? Он как будто просто ассеты какие-то рандомные юзал. Пошли! Это Мистер Крабс! Смать его, гребаный Мистер Крабс! Крабс! Вы видели? И что происходит с экраном? What the fuck? Что здесь делает Мистер Крабс? Где же мясо? И тут так много эффектов. Что нам нужно? Нам нужно мясо! Оно ровно посередине уже. Нет, скажи, нам нужно мясо. Мясо, мясо! Это круче оригинальная манда. В десяток раз. Мне это гораздо больше нравится. Здесь гребаный Мистер Крабс есть. Бэйби Йода? Что, блин? Он еще мемов сюда добавил. Это очень круто. Блин, я впечатлен. Ладно, вот все. Тут, к сожалению, придется часть этого трека вырезать. Я вам немножечко намек такой оставил. Но это забавно, что он даже это сюда добавил. И крик в конце, блин. А что за бэйби Йода? Что будет, если нажать бэйби Йода? Почему я не нашел бэйби Йода? Начинается, в принципе, третий эпизод. Я готов. Я готов. Это будет хорошо. Это будет замечательно. Ка, темно. Давай потом домой. Нет, пойдем на детскую площадку. Что там с Вули стало? Почему вместо Вули теперь рядом с ней просто шерсть одна осталась? Бедный Вули. Он еще больше анимации добавил. А еще ее голова теперь следит за курсором. Это определенно круче оригинала. Причем он сделал это очень быстро. То есть вышла игра и буквально через пару месяцев, по-моему, вышел вот этот вот ремейк на приставке. А разработчики тем временем не могут новую кассету уже полгода добавить. Зато добавляют секреты. Ну вот здесь секретов нет, как я понял. Я хочу внутрь. Пути меня внутрь, падла. Я тебе покажу, кем я стану, если ты меня пустишь. Мы должны зайти внутрь. Блин, ну музыка здесь тоже прикольная. Надеюсь, что на ней нет авторских прав и я тут танцую именно по то, что я слышу, а не по то, что вы слышите. Кирилл привет. What the fuck, оглох? Ау. Это было больно и нифигашеньки неприятно. Ох ты боже мой. Ого, даже скример добавлен был. А монстр в конце? Нет, монстр в конце нет. Это лайк? Это определенно лайк, дамы и господа. Если вы его не поставили, поставьте его обязательно. И теперь после потрясающего разогрева мы переходим к чему-то всратому. К плей-маркету. В плей-маркете десятки клонов Аманды-путешественницы на данный момент. Мы с вами вот десяток и проверим. И первая игра так и называется. Аманды-путешественницы. Игра. Сто тысяч скачиваний. Причем это гонки. Ну что, погоняем? Давно тебя не было в уличных гонках. Да. Да. Погоняем мы. Сегодня. Сто тысяч скачиваний. Ладно, я покликаю. Пизде я покликаю. Это, собственно говоря, вся игра. Окей, не проблема. Следующая игра про Аманду-путешественницу. Уже полмиллиона скачиваний у этой игры. Это у нас стратегия. И она, к счастью, уже работает. Только выглядит невероятно всрата. В оригинале все это выглядело гораздо лучше. Ладно, первый эпизод. Окей, если как это будет играться. Эпизод. Да. Вот она Аманда. А почему справа огромная часть пустого пространства? Они просто записали геймплей. И я должен сюда вводить буковы. Окей. Опа. Вот так вот мы напишем. Тебе вот это понравится? А. Я не могу писать ничего другого. Я то есть только могу yes написать? Серьезно? Они просто записали игровой геймплей. Вставили какой-то кринжовый телик. И дали варианты писать только правильные буквы. А как я буду тыкать на маркет? А. Красный объект. Зеленый объект. Розовый объект. О боже. То есть я могу здесь бесконечно нажимать на розовый объект. Я должен нажать на зеленый объект и дальше мы телепортируемся. И это такой кринж. Это даже не игра. Они просто ее скопировали. Они ничего сами не сделали. Кроме скачивания кринжового телека из интернета. Я ухожу отсюда. Это кринж. Окей. Попытка номер три. Вы только посмотрите на эту кликбейтную картинку. Может быть в этой игре мы будем убегать от монстра? Хотя судя по меню в этой игре мы тоже будем кринжевать. Так. Выбери эпизод. Ну здесь телек выглядит получше. А вот фон выглядит гораздо всрать. Окей. Первый эпизод. И что? Опять? Они просто записали геймплей. Вы че? Серьезно? И все игры про Аманду такие. Только здесь еще мы можем получить помощь за рекламу. И где мне писать буквы? Здесь даже буквы негде писать. То есть я кликаю, кликаю, кликаю. А. Помощь бесплатна. Даже без рекламы. Напиши да или нет. Я бы с радостью написал. Но здесь некуда текст вводить. Я весь экран прокликал. О май гад. Ливаем. Три игры буквально за минуту оказались в мусорке. Я такого не ожидал. Это кошмар. Следующая Аманда путешественница. Может быть у этой игры получится меня удивить. Вы тем временем можете попробовать угадать в комментариях. Вот из 10 игр нам попадется хотя бы одна нормальная. Вот пишите да или нет. Ну а пока нас жестоким образом обманули. Что это такое? Какого хрена? Какой пазл ворлд? Мне не нужен мир пазлов. А-а-а. Ве-е-е. Окей, я буду собирать пазл по Аманде, судя по всему. А, нет. Внезапно запустилась игра. Причем выглядит все это неплохо. А причем там самое начало. И what the fuck? Это прям порт этой игры? Это выглядит один в один как оригинальная игра, только немножко более всратая. Как они ее вырезали? О боже, что с качеством? Как будто на ютубе в 144 пикселя записали. What the fuck? Ну и здесь у нас есть варианты. Apple! Причем очень криво это встает. Мед! Интер. Интер. Охренеть. То есть чувак каким-то образом сделал реверс инженеринг игры, хрен его знает как это называется, декомпиляцию, стащил все ассеты и запихнул в свою мобильную игру. Точнее портировал это все под мобилочку. И боже, почему это так плохо? Почему такое качество ужасное? Ну в принципе я могу это пройти. Давайте мы пройдем немножечко дальше. Возможно я зря наезжаю. Возможно там что-то новое добавится. Окей. Apple! Yes! It's Apple! А там вот прям озвучка такая же. Пока что вот вариант, который был на приставке, реально крутой. Там и мемасики, и отсылочки, и все переделано. А это просто та же самая игра, только вот фон, видите, какой-то всратый. Как будто он реально пытался каким-то образом стащить все данные из игры, но они у него перенеслись с ошибками. И он решил, что и так сойдет. Они схавают. И реально ведь схавали. Это реально то же самое. Абсолютно. Никаких инноваций. Полное говно. Идем к следующей игре. И вы даже не поверите, как она называется. Да, Аманда путешественница. Нет, я в это не верю. Опять? Да это невозможно. Да неееет. Да вы прикалываетесь. Только здесь все работает. Все так же. Ну качество не такое плохое. Опять тот же телек. Все то же самое. И опять мы можем писать здесь. Охренеть. Я не удивлюсь, если эту игру разрабатывал тот же человек, что и вот первую. Какого вообще черта? Нет, я в это играть не буду. Моя задача на сегодня найти хоть одну оригинальную игру. Это вообще возможно? О, вот. Я, кажется, нашел. Аманда путешественница. Два. Это должно быть хайпово. Ого. Так. Это что-то новенькое. Посмотрите-ка. Они что-то здесь моделировали сами. Офигеть. Тут даже какая-то Аманда стоит. Будь быстрым. Смотри TV шоу. Отвечай на вопросы. А-а-а. А-а-а. Черт. Я вот на секунду поверил, что это будет нормальная игра. Но нет. Ну окей. Давайте мы попробуем все-таки в это сыграть. Здесь у нас почему-то телевизор PlayStation. Да и сама приставка трясется. Помощь опять? Нет. Помощь мне не нужна. Что это такое? А, я реально должен смотреть шоу? Стоп. Это же тот же самый телевизор, который мы уже видели. Только здесь почему-то справа теперь Хаги-Ваги появился. Это абсолютно то же самое. Они взяли ту игру, добавили вот эту вот комнату и нормальную менюшку. И опять выложили ее. Это возможно одни и те же чуваки. Они просто добавили цифру 2. Это какой-то троллинг. Меня сегодня просто беспощадно троллят. Это кошмар. О, Аманда паркуристка. Ну хоть здесь будет нормальная игра. Пожалуйста. Причем при скачивании эта игра и называется Аманда паркур. Вот только этого мне не хватало. Это реально паркур с Амандой. Охренеть. Вот это поворот. Ладно, это оригинальная игра. Это не просто какая-то копирка, снятая на тапок. Это хоть что-то новенькое. Я даже это пройду, потому что я уже устал от однотипных игр. И причем это очень мне напоминает какой-то роблокс, если честно. Вот если честно быть. Здесь также анимации лагают. Все так же кринжовенько выглядит. Только эта игра еще лагает. Роблокс у меня на мобильном телефоне не лагает. Это хоть какой-то плюс. Окей, я прошел этот гениальный паркур. Что у нас дальше будет? Или я его не прошел, а? Куда я иду? Сейчас должен появиться Хаги-Ваги. Я бы не удивился, в принципе, если бы сейчас откуда-нибудь Хаги-Ваги вылез. А, это видимо второй уровень. Ладно, эта игра очень странно лагает. Это реально роблокс какой-то. Вот я только там видел игры, в которых нужно прыгать по зубным щеткам. И что там с водой? Почему она лагает? What the fuck? И почему эта игра называется... Ай, Аманда, путешественница. Здесь нет ничего. От Аманды, кроме самой Аманды. Если бы здесь какая-то аутентичная карта была, я бы еще сказал, что окей, это реально какая-то инновационная игра по Аманде. Если бы мы убегали от монстра из Аманды, я бы тоже как бы сказал, что да, вопросов нет. Но здесь только Аманды и вот всратый паркур в ванной. Вот при чем здесь ванная вообще? Кем мы играем в оригинале, мне интересно? Майдадыром сраным? Потому что это определенный рискин. Но рискин чего? Майдадыра? Я должен прыгать в дыру? Майдадыр в дыре. Уху. И мы оказались теперь в канализации. Что-то я не сильно-то хочу проходить этот паркур целиком. Пойду-ка я еще поищу нормальных игр. О, тайна Аманды-путешественницы. Ну давайте ее разгадаем. Я прям с меню ничего не жду, ни на что не надеюсь. Это очередной рискин. Это вот что у нас. Мы должны играть за мартышку, но играть мы будем за Аманду. А, я прям могу выбрать либо мартышку, либо вот тигру. Либо Аманду. И причем она сама бегает, я только прыгаю. И прыгаю я очень всрата. Она собирает бананы. Точнее, коины-бананы. Уху. Вот прям этого мне не хватало сегодня. О, май гаааааааат. Серьезно, блин. Тут еще какие-то птицы. А почему игра такая дергана? Это же рискин. Она должна работать идеально. Я собрал бананы, наконец-таки. Так, первый чекпоинт. Охренеть, не встать. Вот такого я, если честно, опять же, не ожидал. Ну давайте я попробую сейчас немного подальше пройти. Хотя нет, я что-то не хочу. Это одна из самых кринжовых серий по пиратским клонам за всю историю канала. О, боже. Что ж, следующая игра с очень кликбейтной картиночкой. И, кстати говоря, это опять выглядит в точь-в-точь как команда. Здесь даже какой-то четвертый эпизод есть. А ну-ка, первый эпизод. Мне интересно, это вот оригинальная игра или сейчас нам опять будут показывать ту же самую сцену, которую мы видели уже тысячу раз. Да, это та же самая сцена, только почему-то экран не приближается. Видимо, слева мы будем писать. Да. Да, конечно, я люблю яблоки. Ё-мо-ё. Чуваки вообще не запаривались, создавая клоны. Потому что обычно они просто моделировали Аманду, а дальше допиливали все это в других декорациях. А здесь прям берут эту игру и все замечательно. Вы можете вот играть в Аманду на телефоне. Я вот не знаю, зачем вам это, но можете, если что. Ладно, моя последняя надежда. Аманда-путешественница. Глава 2. Ну, хоть где-то же она должна быть. Хотя же там на самом деле уже три кассеты. Какая нахрен вторая глава, а? Ну, вот здесь есть огромная надпись Аманда-путешественница. Но что-то вот он не выглядит как Аманда от слова совсем. Я, конечно, могу что-то путать, но вы видите здесь Аманду? Вот напишите в комменты, где она? За деревьями может прячется, может нужно нажать на кнопочку play, чтобы увидеть Аманду. А, реально? Ха! Она появилась! И она должна собирать лысых Аманд. У нас есть Аманда волосатая. Она собирает лысых Аманд. И мы Амандами сражаемся с золотым тигром. Они стреляют в золотого тигра. При чем здесь Аманда-путешественница? Одному богу известно. Почему другие Аманды лысые тоже одному богу известно? А вот что здесь происходит, даже богу неизвестно. Ау, ау, черт, я всех своих хантеров потерял. Ну давайте уже всех потеряем окончательно. Я проиграл тигр, их уничтожил. Как, собственно говоря, и весь этот ролик. Мы сегодня не нашли практически ни один нормальный клон Аманды. Это просто катастрофа. Но если вы хотите вторую серию по клонам Аманды, влепливайте лайкосик. Я попробую поискать тщательнее. Также подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. С вами сегодня был Fox Neo. Увидимся.